Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад приветствовать вас в пресс-центре Международного и Зайцкого Дома Евромедия. Меня зовут Падабе Дмитрий, я модератор сегодняшней дискуссии. Наша сегодняшняя встреча – это продолжение серии онлайн-конференций, которые Международный и Зайцкий Дом Евромедия проводит в преддверии 60-летнего юбилея Дня Строителя и выходу специального выпуска «Альманаха» отраслевого журнала «Вестник» к этому празднику. Я держу в руках «Альманах» отраслевого журнала «Вестник» 2019 года. Я надеюсь, что этот будущий «Альманах» будет таким же интересным, ярким и большим по объему. Ключевыми темами, готовившись к выходу «Альманаха», является анализ реализации национальных проектов и программ, в том числе ключевого – это жилье и городская среда. Также среди ключевых тем – благоустройство, развитие территории, развитие строительной отрасли, отрасли строительных материалов, экспертизы, архитектуры, проектирования отрасли ТКО и других смежных отраслей. Среди ключевых спикеров номера – заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр строительства ЖКХ Владимир Якушев, главы регионов, главы территорий, руководители общественных объединений и союзов, руководители госэкспертизы, руководители архитектурных и проектных предприятий, также руководители строительных компаний и производства строиматериалов. Я хотел бы напомнить в двух словах, что Международный Зайский дом Евромедиа более 10 лет проводит конгрессные и дискуссионные мероприятия. В этом году мы освоили успешно формат онлайн-дискуссий, и несомненным плюсом данных онлайн-встреч является то, что мы можем пригласить на нашу дискуссию представителей как различных регионов, так и различных часовых поездов, и всех их собрать одновременно. Именно благодаря подобному онлайн-формату мы имеем возможность провести сегодня дискуссию на тему особенностей проектирования строительства в условиях Крайнего Севера, обсудить вопросы развития строительной отрасли регионов Крайнего Севера в период третьей волны освоения Арктики, проанализировать, с какими сложными сталкиваются проектировщики, строители, госэкспертиза, какие инновации нужно внедрить, как реализуются нацпроекты в этих регионах, как отрасль переживает период пандемии. И в подтверждении своих слов я хотел бы представить участников сегодняшней дискуссии. Итак, это Кузакова Вера Алексеевна, начальник управления госэкспертизы Республики Саха-Якутия. Ходяков Валерий Еревич, директор управления госэкспертизы Архангельской области. И Окунев Сергей Николаевич, главный инженер НПО «Фундамент строй Аркос» в городе Тюмени. Итак, если посмотреть на карту России, то арктическая зона занимает более половины территории нашей страны. Хотя проживает здесь всего 2,5-3 миллиона человек. И все же, несмотря на это, здесь производится порядка 15% ВВП страны. Что касается добычи полезных ископаемых, то более половины. Эта территория по-прежнему развивается после заведения 90-х годов. Благодаря третьей волне освоения Атрики здесь планируется освоить новые месорождения, проложить новые транспортные пути, построить новые порты, военные городки и так далее. Но сделать это непросто, потому что среди спутников, в кавычках, строителей, геологов, проектировщиков это вечная мерзлота, низкие температуры, сильные ветра и метели, полярная ночь, а также отсутствие или дороговизна в доставке большинства строительных материалов. Известны случаи, когда при неправильном проектировании и строительстве дома разрушаются. Этот процесс происходит на северном. Любая стройка начинается с экспертизы, поэтому, с искания экспертизы, поэтому начать дискуссию я попросил руководителей госэкспертизы. И первый вопрос, который я хотел бы задать, это какова специфика проектирования и экспертизы в условиях Крайнего Севера. И попросил бы на него ответить Веру Алексеевну Кузакову. Пожалуйста. Еще раз добрый день всем, коллеги. Специфика строительства зданий и сооружений на вечном мерзлых грунтах для нас уже, будем говорить так, привычная, не специфичная. Мы строим все здания и сооружения практически по первому принципу сохранения мерзлого грунта на свайных фундаментах с проветриваемым подпольем и закладываем мероприятия, которые обеспечивают сохранение мерзлотно-грунтовых условий, основания на весь период эксплуатации. Значит, если раньше мы проектировали здания с глубиной заложения фундамента 8-10 метров, те изменения, которые мы сейчас все ощущаем и наблюдаем, уже идет, то есть от потепления климата отражается на грунтовую толщу. Естественно, осложняются мерзлотно-грунтовые условия, меняется глубина заложения более глубже. Сейчас уже сваи мы закладываем на глубину 15-18 метров. Все чаще и чаще применяем охлаждающие установки, которые обеспечивают охлаждение грунтов в процессе строительства и позволяют загружать фундаменты в установленные сроки. Значит, это все идет и отражается на удорожании строительства в здании. Значит, какие хотелось бы видеть, вернее, в чем сегодня проблема? Проблема в том, что нормативно-правовые акты, своды правил требуют разработку при выполнении инженерного изыскания, при разработке проектной документации, прогнозами разработок грунтовых условий. Здесь в этом вопросе у нас здесь, конечно, слабое место, поскольку проектировщики-изыскатели к этому разделу относятся чисто формально, прописывают теорию, а на самом деле надо моделировать, моделировать, как может поменяться условие, допустим, с охлаждением грунтов или обводнением грунтов, что мы можем получить, какие условия. И вот на эти условия, конечно, надо принимать и рассчитывать безопасность всего здания. На сегодняшний день проекты разрабатываются нашими проектными институтами. В этой части у нас отработаны много вопросов, потому что практики. Сегодня вовлекаются много проектных институтов из Москвы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, которые не имеют опыта строительства и проектирования на верхнем углу пункта. Вот здесь у нас мы сталкиваемся с большой проблемой. Есть, можно сказать, что перестраховываются проектировщики, закладывают гораздо больше сваи и так далее, то есть значительное удорожание. Ну а в основном это недоучет этих мерзловных условий. Спасибо. Спасибо, Вера Алексеевна. Безусловно, мы продолжим дискуссию. Я бы хотел подключиться к нашей встрече уже именно непосредственно в диалоге Валерия Валерьевича. И у меня тот же вопрос. Архангельская область. Какова специфика проектирования и экспертизы вот в вашем регионе? Включите, пожалуйста, звук, Валерий Валерьевич. А, добрый день. Слушали меня, да? Алло. Да. Все хорошо. Коллеги, уважаемый, добрый день. Валерий Валерьевич, Архангельская область. Ну, хочу сказать, что несмотря на то, что Архангельская область, это практически вся, это либо крайний север, либо район, например, крайний север, но мы географически расположены южнее Полярного круга и у нас на территории, собственно, Архангельской области, за исключением Новой Земли и некоторых островов Северного Ледовитого океана вечной мерзотты как такой нету. Я вчера специально звонил в Мизинский район, который у нас ближе всего к Полярному кругу, разговаривал с заместителем главы, который много лет строительством занимается. Там и сама Мизинь, и поселки Долгощелия, в них вечная мерзота не встречалась никогда. Есть единственный поселок Койда, где вокруг вечная мерзота есть, но поскольку он расположен в очень удачных геологических условиях, то есть это там хорошие пески, это близость Северного Ледовитого океана, поэтому там мы никогда не проектировали по первому типу, то есть там все построено по второму типу и в принципе-то проблем нет. Лично я, конечно, встречался уже по опыту работы проектировщиком, потому что мы когда-то проектировали в Ненецком национальном округе, и там действительно приходилось проектировать по первому типу фундаменты, то есть проблема для меня, как для специалиста, понятно. И, в общем, чисто теоретически-то я понимаю, что действительно идет глобальное потепление. У нас это очень хорошо видно, допустим, по Нарирмару. Нарирмару, если вот в былые времена смотришь погоду в зимний период, там меньше 20-ти градусов никогда не бывало всю зиму, да, значит, а зачастую, что и 30-ти, и 33, а сейчас смотришь, вот у них, по-моему, сегодня так 20 градусов тепла. То есть потепление идет, это понятно, что в тех местах, где по первому типу на слабых грунтах существует здание, ну, на мой взгляд, там необходимо, конечно, сейчас предпринимать именно государству мероприятия, то есть вести заранее, не дожидаясь, когда пойдут уже подвижки, когда будут дома сходить там, значит, со свай, или какие-то уже будут катастрофические действия, необходимо, конечно, вести вот тотальный мониторинг, значит, и заново проверить, значит, инженерно-геологические условия, заранее предусмотреть те мероприятия по укреплению фундаментов, а, возможно, даже и по переносу этих поселков в более благоприятные условия. Вот где-то так, да, я хочу сказать. Ну вот, можно немножко, чуть-чуть на другую тему пообщаться с коллегами, которые работают в районе Крайней Севера с руководителями экспертизы, которые здесь присутствуют. Я хочу сказать, что я уже третий год на всех уровнях говорю о следующем, что такое работа экспертных организаций в районах Крайней Севера. У нас на самом деле семь организаций госэкспертизы, субъекты федерации, территориально расположены в районах Крайней Севера. И я тоже повторю слова Дмитрия, может быть, чуть другие цифры, но у меня, например, цифры такие, что на Крайней Севере России живет 8% населения России, при этом занимает 70% территории. Вот, может быть, это пафосные слова, а ведь это же обеспечение целостности территории страны, значит, и безопасности, и, в общем-то, в принципе, люди, живущие на севере, они обделены солнцем, обделены, значит, какими-то там другими вещами. У нас гораздо позднее мы картошку сажаем, а где-то еще посадить не можем, да. И вот у нас совершенно не работает закон о государственных компенсациях лиц, которые работают, проживают в районах Крайней Севера. Почему? Потому что, сами знаете, что мы находимся на самообеспечении, и размер платы за проведение экспертизы, он ровно такой же, как и в районах Средней полосы. И при этом, согласно закону, мы просто обязаны каждому своего работнику, мало того, чтобы уплачивать районный коэффициент заработной плате, мы еще должны предоставлять дополнительный оплачивый отпуск, например, в нашем районе 14 дней, где-то больше, да, а также компенсировать оплату стоимости проезда и провоза багажа вместо использования отпуска не только работникам, но и не работающим членам семьи. И вот получается, что поскольку те же самые деньги мы получаем за нашу работу, то есть мы фактически обманываем своих работников. То есть мы просто за счет чего платим? Ну, платим, уменьшая заработную плату, а последствия якобы предоставляем этой льготы. Так вот я уже на протяжении трех лет на всех уровнях пытаюсь добиться, чтобы точно так же, по примеру проектировщиков, значит, организации, работающие в районах Крайне Севера, могли принимать по нему повышающий коэффициент размер уплаты за проведение экспертизы. Я считаю, что это справедливо. Спасибо большое. Валерий Игоревич, спасибо вам большое. Очень интересная, актуальная тема. Давайте мы через небольшую паузу продолжим с вами. Я бы хотел подключить наши дискуссии строителей. Оконева Сергея Николаевича, это представитель, главный инженер фундамент «Строй Аркус» компания, которая специализируется на строительстве фундаментов. Одна из крупнейших организаций в этой отрасли. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о внедрении технологий вашей компании. Насколько они успешны? И сразу второй вопрос. Вот здания разрушаются, которые неправильно, возможно, были поставлены. Вот как с этим бороться? Добрый день, коллеги. По поводу внедрения, наша компания работает с 1991 года. До этого мы работали в институте гипердемии нефтегаз. Ведущий институт был раньше нефтяной газопромышленности. И, конечно, почему мы до сих пор работаем? Потому что наши технические решения приносят экономический эффект. Но, к сожалению, не всегда это связано с внедрением этих разработок с экономическим эффектом. Бывают, конечно, такие решения, которые идут в разрез с нашими решениями, но это объясняется другими причинами, так скажем. Мы занимаемся, у нас основная деятельность, это, конечно, проектирование и, значит, монтаж, изготовление монтаж охлаждающих устройств. Значит, у нас разработаны все типы охлаждающих устройств. Для каждого специфического объекта есть свои, значит, разработанные устройства. Но, тем не менее, конечно, есть стандартные объекты, более-менее, которые проектируются стандартно с применением устройств, которые разработаны, а есть, которые требуют комплексного подхода к проектированию, изготовлению, монтажу этих устройств. Как раз, значит, в чем наша, почему мы говорим, что нужно сделать это одной организации, чтобы эта организация нанесла ответственность потом за то, что это здание стоит. Получается так, что сейчас одни проектируют, другие изготавливают, третьи устанавливают. Найти крайнего в этом случае, ну, вообще невозможно, так скажем. Все друг на друга кивают. Поэтому здесь, значит, есть как раз вопрос ответственности организации перед заказчиком за то, что мы сделали. к вопросу, вот, значит, как раз прозвучало, значит, от Веры Алексеевны, да, значит, вопрос, значит, как раз изыскателей. Конечно, они не обладают теми программными комплексами, которые позволяют сделать прогноз. Наверное, это, в общем, было мода тогда, что прогноз, ну, в то время, когда это писалось, тогда изыскатели считали, это ноликовая штриха, так называемая, да, температура среди годовой на поверхности. Вот, сейчас они просто в изысканиях пишут те негативные процессы, которые могут призываться на этой территории. Они стандартные, далеко известные, и, конечно, так скажем, вот это просто формально действительно подход. Если посмотреть неформально, то тогда, конечно, специализированная организация должна иметь специальный программный комплекс, который позволяет, значит, производить расчеты на весь срок службы эксплуатации сооружения, и в том числе с применением, значит, последних, вот, нововведений в СП 25, 13, 330. Как раз, вот, здесь тоже упирается в этот СП, значит, проблема, особенно строительства на сильно засоленных, на засоленных грунтах, там не совсем прописано правильно, что является засолением и влияние засоления на театрон начала замерзания грунтов. Поэтому экспертиза смотрит ГОСТ на грунты, там написано в ГОСТе, какие грунты засоленные, какие не засоленные, какие слабо засоленные, и поэтому ГОСТ у нас заставляет считать влияние засоленности уже по СП 25, 1330. А там не совсем корректно, значит, это проценты этой засоленности присутствуют. Вот, поэтому, конечно, значит, мы работаем со всеми компаниями, которые работают в основном, конечно, больше с инвесторами работаем. Горазанское строительство, оно, как бы, было построено в те времена еще Советского Союза большинство, сейчас, конечно, идет переселение из аварийного и ветхого жилья программа, но она не это буксует, там стремятся, опять же, сделать все по минимуму, сделать все дешевле, и поэтому, конечно, принимается в расчет самые дешевые конструкции, самые дешевые технические решения, не дешевые, но самые такие материалы и все остальное, которые, ну, в общем, минимизируют затраты, так скажем. А что же касается благоустройства и, так сказать, комфортной среды, ну, это, конечно, вообще не учитывается практически. Ну, взять пример, простой пример, это, допустим, наличие, значит, вокруг дома, опять же, значит, делаются автостоянки, как, допустим, в районных средней полосы, да, Москвы, там, Кюмени, Косноярска, ну, и ставятся, вот, значит, вот парковочные места, да, а кто ей будет чистить эти парковочные места? Управляющая компания? Так эта компания в Норильске вот в этом году был там, горы снега выше, там, четвертого этажа, значит, там парковочных мест нету, значит, потом, значит, конечно, территория, которая была застроена при, в том прошлом веке, значит, Советском Союзе, конечно, она никаким комфортом не обладает, это удаленные здания, это, значит, нужно людям выходить по морозу, значит, это, значит, то же самое парковочные места, гаражи, гаражи построили, их заметают по самую крышу, да, значит, поэтому, конечно, необходимо применять новое техническое решение, особенно в гражданском строительстве, которое позволяет, так сказать, сделать более комфортную жизнь, значит, блокировать здания, там делают, значит, все необходимые, значит, социальные учреждения, так сказать, микрорайоне, так, чтобы людям была комфортная жизнь, вот, а если там делается 10 зданий в расстоянии, там, 15 метров, 20 от друга, вот, и люди ходят, там, розовую, простывают, поэтому, конечно, мы предлагаем эти технические решения, и, как и для производства, собственных объектов, так и для гражданского строительства, где-то они находят понимание, где-то они не находят понимание, что касается, значит, существующих зданий, когда идет, значит, процесс уже деградации, мезлоты, и, значит, что необходимо сделать, конечно, здесь необходимо применить комплекс, везде, конечно, причины этого, значит, устроять причины, во-первых, надо, значит, во-вторых, конечно, применять определенные технические решения, направленные на ликвидацию, значит, расцепление грунтов, замораживание грунтов, значит, либо какие-то, значит, мероприятия по усилению конструкций здания, значит, поэтому, это вообще капитальный ремонт, это очень, так сказать, специфическая область, которая является индивидуальным, в каждом объекте, так сказать, нельзя применять, значит, одни и те самые технические решения, можно решение применять, но количество этих изделий, да, оно меняется, в зависимости от грунтовых условий, поэтому, вот сейчас мы, значит, опыт имеем небольшое уже, применение охлаждающих систем, централизованных, значит, с применением углекислоты, значит, в Норильском регионе, мы дома, значит, выполнили работу, сейчас ведется мониторинг, регулировка работы систем, с целью того, чтобы эти охлаждающие устройства не мешали, как раз, эксплуатации зданий, то есть, все охлаждающие подземные устройства находятся под землей, они соединяются с едиными теплообильниками, которые находятся на расстоянии от здания, там, метров 15-20, и не мешают никому, традиционно, это были индивидуальные охлаждающие термостабилизаторы, которые установились по контуру здания, и, конечно, они мешают эксплуатации, их ломают часто, вот, значит, поэтому, конечно, они не дают эстетический вид этого сооружения, они совсем красивые с этими индивидуальными устройствами, вот, но, тем не менее, если заказчик требует применения каких-то устройств, то мы, конечно, их и применяем. Имеется очень большой опыт, потому что наработано порядка уже 30 лет в этом направлении, ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы эти решения как-то продвигались вперед, и, конечно, вот тут коллеги говорили о том, что удлинение свай происходит, как раз наше охлаждающее устройство позволяет уменьшить длину свай, уменьшить транспортные расходы, мы работаем от Нарьянвара до Надыря, и знаем логистику, знаем, какие проблемы возникают, особенно вот в дальних регионах, когда, значит, необходимо завоз провести в летнее время, да, там даже зимника нету, значит, и выполнить работы в кратчайшие сроки, как раз. Вот, поэтому, конечно, вот, необходимо применять, разрабатывать новые решения с учетом как раз снижения материальных затрат, чтобы, конечно, и обеспечить надежность всей сооружения на весь процесс эксплуатации. Для этого как раз нужен комплекс для решения этой проблемы. Сергей Николаевич, большое спасибо за развернутый ответ. Я бы хотел попросить вернуться к дискуссию Веру Алексеевну. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот, что вы можете сказать по поводу реплики Валерия Гаверевича о ценообразовании в экспертизе? Валерий Гаверевич говорит о доходах, наверное, госэкспертизы, поскольку наша услуга, она регламентирована, цена у нашей услуги регламентирована с 45-м постановлением правительства Российской Федерации. И совершенно верно, там в формуле заложены затраты от проектных работ. И совершенно нет, будем так, в этой цене не сидят или кольца стоимости в этих услугах северные климатические условия. У нас тоже коэффициент 1,7, значит, мы тоже получаем такие же доходы, что и получает и Краснодарский край, или Крым, или Москва, и Питер, и Петербург, и так далее. Такие же расценки и работают и Сахалин, и Магадан, но сегодня есть эта проблема, поскольку уже органы госэкспертизы не все могут на само окупаемости. В этом году, в 2019 году два субъекта перешли из автономного учреждения в государственное, то есть, вернее, не в государственное, автономное учреждение главы госэкспертизы получает дотацию из бюджета. Вот здесь, конечно, есть проблема. А каков выход, на ваш взгляд? Ну, скореено сказать, нам пока хватает вот в республике. Я знаю, что в Магаданской области в этой части очень серьезно мы пока обеспечиваем себя, но если сократятся объекты, у нас очень большое количество объектов строится и проектная документация, которая заходит в госэкспертизу. За счет объемов нам еще хватает. выход, конечно, надо искать. Выход один. Или, значит, применять какой-то коэффициент, который брать от заказчика. Но дело в том, что обычно к нам идут потенциальные заказчики, это те же самые государственные учреждения, то есть бюджеты, которые сидят на бюджете. Или это муниципальные учреждения, или государственные, или профильные министерства и так далее. И так или иначе затраты на наши услуги лежат все равно на бюджет. Или напрямую это будет дотация из бюджета, или посредством увеличения стоимости, применения каких-то коэффициентов. Но все равно это нагрузка на бюджет. Вера Васильевна, еще один вопросик, если позволите. Вот вы сказали, что достаточно много проектов проходит экспертизу, разрешение получают. Сколько у вас в среднем за год и какие наиболее интересные именно за последнее время? Ну давайте в 2019 году у нас было 320 проектов, которые мы рассмотрели. Численность нашего управления 47 человек, поэтому это нагрузка достаточная для такого штатного численности управления. В этом году заключено уже договорок где-то около 150, но есть переходящие объекты, то есть в этом году мы тоже загружены. каждый год строится. Потом ежегодно у нас вводится жилье больше 500 тысяч квадратных метров по республике, строится не менее детей школ, строится жилье из бюджета для специалистов бюджетной сферы, это учителя врачи для арктических полосов и так далее. Строятся объекты культуры, спорта достаточно. У нас в этом каждый год будем говорить так, жилье больше 500 тысяч квадратных метров и где-то в пределах от 50 до 60 объектов социального назначения. Это то, что из бюджета идет. Спасибо большое. Вопрос к Валерию Галерьевичу. Валерий Галерьевич, какие в Архангельской области наиболее интересные проекты прошли экспертизу в этом году? Можно все-таки я тогда отвечу на вопрос а что же делать в этом случае? Я говорю, что я же три года взял на себя миссию, потому что очень трудно семи организациям противодействовать 80-ти, которым это не интересно. И вот я хочу сказать, что экспертиза выполняет федеральную функцию. Эти функции проведения госэкспертизы это функция федеральная, она передана субъектом федерации без представления субсидий и субвенций. То есть мы работаем за счет средств размера платы за проведение экспертизы. Вот проектировщикам дано право работая в условиях крайнего севера, я даже могу зачитать, что есть методические указания по применению справочных базов ценно-проектной работы, где написано, что затраты проектных организаций расположены в районах, в которых соответствующие законодательства проводятся выплаты, обусловленные районам регулированной платы труда, в том числе выплаты по районам крайнего севера, а также надбавки к заработной плате за непрерывные старшие другие льготы, предусмотренные законодательством в районах крайне севера и правильных местностях определяется дополнительно путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов установленных на основании соответствующих обосновывающих расчетов. Мне кажется, что должно быть очень просто, просто-напросто наше 145-е постановление должно быть занесено аналогично фраза затраты организации по проведению государственной экспертизы расположены в районах, которые в соответствии с действующими загадательствами то, что я дальше говорил, устанавливать на основании соответствующих расчетов. И все будет нормально. По тому, как мы работаем, почему я, допустим, этот вопрос начал поднимать, потому что где-то два года назад наша организация практически чуть не обанкротилась, потому что резкий отток работы в связи с появлением негосударственных экспертиз привел к тому, что мы просто-напросто не могли себя обеспечить работой. Вот если, допустим, я сравню, скажем, в 2007 год мы делали 237 заключений, в 2008 263, в 2010 425, в 2012 436, то в 2018 году мы выпустили всего 118 заключений. Конечно, хорошо, что сейчас пошли национальные проекты, сейчас работы, конечно, очень много, и действительно, значит, мы сейчас на подъеме, только за первое полугодие у нас 124 заключения выдано, значит, и это будет сейчас нарастающим итогом, наверняка, к ТЭКС там мы подойдем, значит, но национальные проекты очень много, да, значит, в первую очередь это жилье, это переселение из ветхоаварийного, наверное, в этом году, ну, я не знаю, наверное, пару десятков проектов выпустили, и многие в рассмотрении находятся, следующий это программа образования, очень много строится в Архангельской области сейчас детских садов, очень много школ, то есть мы уже где-то, наверное, на следующий год перейдем, что у нас будет только исключительно односменная работа и детишки буквально с первого года жизни могут посещать ясли, что раньше было практически нереально, очень много строится медицинских учреждений, так вот, допустим, за последний месяц только фельдшерских пунктов подготовили 10 положительных заключений, еще есть очень интересная программа, это чистая вода, то есть жители Архангельской области за счет бюджета обеспечиваются качественной, чистой водой, когда можно будет кранчик и можно будет просто стаканчик оттуда пить, и другая важная программа это безопасные дороги. Также чуть мимо нас идет программа комфортная городская среда, но там поскольку капремонт, то мы не занимаемся, но глядя на то, что делается в городе, мы видим, что тоже вкладываются большие средства, вот так пример. Валерий Ильич, вот такой еще вопрос, вот БИМ-технологии, цифровизация, как этот процесс затрагивает госэкспертизу и какие здесь еще необходимы движения на ваш взгляд? Они как не затрагивают? Почему? Потому что, на мой взгляд, неправильно изначально поставлена цель. Вот насколько я себе могу представлять это дело, ну я естественно за этим делом слежу, на территории страны существует примерно семь программ, которые называют себя БИМ-технологиями. Так вот, они друг с другом не дружат, они не дружат с расчетными моделями, значит, и пока, вот смотрите, когда мы переходили на экспертизу в электронном виде, вот пока не появился основополагающий документ, который сказал, что мы работаем в таком-то, таком-то формате. Значит, и пока не был прописан сначала один приказ Минстроя о формате документов, предоставляемых в экспертизу в электронном виде, а потом он через два года, поскольку понятно, что он был недоработанный и с учетом опыта он был переработан, стало возможно работать, потому что мы работаем в одном формате. Значит, у нас сейчас нету стандарта, что такое БИМ-технология. И пока она не появится, мы никогда на это не перейдем. Но я очень надеюсь, что сейчас пилотные проекты в Москве прорабатываются. Если на основе их этот стандарт будет выработан, то есть все должны работать в одной программе и проектировщики, и эксперты, эта программа должна корреспондироваться с расчетными программами, чтобы эта 3D-модель можно было, допустим, тоже программу с CatOffice транслировать, и там бы все это дело считалось. А самое главное, как вот говорят, что БИМ-технология должна сосчитать с МЕТУ. То есть если вот циферку выдали в конце, значит, что вот этот объект замоделированным стоит столько-то миллионов рублей, вот тогда будет все хорошо. Спасибо. У меня подобный вопрос также к Сергею Николаевичу Окуневу. Сергей Николаевич, а вот при строительстве и проектировании ваших технологий используются ли цифровые технологии? Нет, у нас только расчетные программы, которые есть. мы используем стандарт, который сертифицированный, так скажем, мы используем эти технологии с моделированием, 3D-моделированием различных грунтовых условий. Сейчас, тем более, программный комплекс позволяет заводить сложную геологию, заводить вообще комплекс сооружений, вот, значит, ну, и, кроме того, у нас, конечно, есть свои наработки, когда, допустим, допустим, большой линейный объект, допустим, 100 километров, да, необходимо разбить его на несколько участков, которые идентичны, да, произвести оценку несущей созумности грунтов. Вот это мы, как бы, разработали собственные программы, которые, в общем-то, обкатывались на объектах Роснефти и, в общем, получили хорошую отзыв в этой части. Ну, ВИМ-четологи, конечно, они обкатываются, они применяются сейчас, ну, более-менее, так сказать, в гражданском строительстве, там, значит, в области архитектуры больше, но при проектировании фундаментов это не касается. Нам предлагали, так сказать, какие-то сделать решения, но вопрос в том готовности самого заказчика, Роснефти, Газпрома, полиметалла, норникеля, еще и других, чтобы они были готовы к этому применению этих технологий, чтобы, если мы выдаем документацию в этой, в этой части, чтобы они тоже ее читали, чтобы понимали, что это такое, вот, но в основном касается конечно применение технологии технологии, это генеральными проектировщиками при создании 3D-моделей, 3D-моделей, значит, как раз, значит, вот, особенно обвязки, сложные обвязки трубопроводов, вот это применяется, ну, к нам это, как бы, поскольку это в основном надземная часть, и она довольно-таки располагается на личной высоте, выше, значит, наше замещение устройств охлаждающих, поэтому, в общем-то, у нас нет такой потребности большой, так скажем, в 3D-моделировании, хотя, как бы, мы пытались это все делать, как сказать, внедрить, или, так сказать, ну, картинки, так сказать, какие-то, значит, выпускать, и как-то по-то обсчитывать, но, и вот, что основные генеральные проектировщики, они, в общем-то, практически не готовы к этому делу, так скажем. Спасибо большое. К нашей дискуссии также подключены журналисты издательского дома Евромедиа, и я так понял, что у них есть вопросы, которые они хотели бы задать нашим экспертам. Я прошу подключиться к нашей дискуссии Юрию Серебрякову и задать свой вопрос. Здравствуйте, меня слышно? Вера Алексеевна, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот насколько, по вашему мнению, уместно в условиях Крайнего Севера использовать типовые проекты, либо, может быть, сейчас разрабатывается какой-то отдельный реестр типовой проектной документации, либо же типовые проекты это совсем не история для Крайнего Севера, и в данном случае каждый проект разрабатывается индивидуально. Спасибо. Спасибо за вопрос, очень серьезный, интересный вопрос, поскольку у нас республика, территория, которая распространяется от южной, от южных границ Бама, южной Меринги, и захватывает всю практически Арктику до Северно-Ледовидова. Значит, хочу сказать, что применение типовых проектов у нас не нашло большого и широкого применения, поскольку типовой проект можно применять только при идентичных условиях, это по температуре наружного воздуха, по снежному снегонагрузке, сейсмичности и другим параметрам. У нас по районированию очень разные условия. Еще раз говорю, Север это холодная Арктика, но более морской влажный климат, но снежный, и значит, поэтому применить типовой проект в республике Сахая Путья очень сложно, и мы практически будем заново отрабатываем. Даже при всем питом привязка типового проекта, она очень дорогая, поскольку инженерные заскания, фундамент надо привязывать, они разные, и значит, наружные сети, потому что точка подключения и условия совсем разные. Спасибо. Валерий Галерьевич, есть ли вам что-то добавить по вашей территории и использованию типовых проектов? Секундочку, включаюсь. Так, видно меня, да? Мы в этом направлении работали, и если вы сейчас знаете, что даже в Градкодексе написано, что для бюджета необходимо использовать экономически эффективную документацию повторного применения, и на сайте Минстроя есть соответствующий реестр, если вы там посмотрите, то проектов Архавнисской области там, около 15. Мы практически всю линейку детских садов и школ туда поместили, и несколько жилых домов. в принципе работает это, да? Вот я согласен с Верой Алексеевной, что такой универсальный теплой проект для всей страны не создать, потому что у нас настолько разные климатические условия, настолько разные геологические условия, что проекты должны быть зональные. Мы для себя выработали вот эти объекты, и знаете, что хорошо, потому что как вы не посмотрите проект, если он в первый раз поступил на экспертизу, он после экспертизы идеальным не будет. Почему? Потому что все равно вообще процесс проектирования довольно сложный процесс, высоко интеллектуальный, его можно бесконечно совершенствовать. И когда этот проект уже один раз, второй, третий раз, когда уже настройки обкатали, когда тебе строители скажут, что тут не совсем удачно, то есть их доводишь, 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 и в общем в принципе делать зональные проекты не обязательно допустим в Архангельской области, можно и больше такой агломерации, скажем, и Мурманск, и Коми, и Карелию сюда подключить, то в принципе мы в этом направлении работаем. Спасибо большое. К нашей дискуссии также присоединился журналист Алла Ленько, и я прошу ее задать тоже свой вопрос. Здравствуйте, я хотела бы поприветствовать спикера, спасибо за очень интересную информацию, за нашу дискуссию, и у меня вопрос к Сергею Николаевичу, первый он уточняющий, Сергей Николаевич, вы рассказывали о технологическом решении для Норильска, могли бы вы уточнить применение какой кислоты, была эта установка, и второй вопрос, есть ли обратная связь от заказчика с точки зрения того, какой эффект в том числе экономически принесло использование технологических решений, и какой срок обыкновенности этого решения было. Включите звук, пожалуйста, Сергей Николаевич, вас не слышно. теперь слышно, наверное. Почему углекислота? Дело в том, что в таких системах может применяться коллекторных, только, значит, либо аммиак, либо углекислота. Другие вещества, они не могут применяться. Поскольку аммиак является более токсичным, поэтому мы пошли на применение углекислоты, в данном случае живой дом, поэтому, значит, там и это применение, применение, применимость. Что касается, значит, обратной связи, ну, по данному объекту у нас есть обратная связь, даже в период, значит, сегодняшней пандемии, есть там, значит, служба контроля, которая контролирует, значит, эти дома. Они, как, они давно уже ведут наблюдение, поэтому все отлажено. что касается инвесторов, то, конечно, сейчас очень сложно получить информацию о дальнейшем ходе эксплуатации объекта. К сожалению, значит, все это, есть даже службы какие-то у некоторых инвесторов, которые ведут наблюдение, либо нанимают соответствующие другие организации, но эта информация, как правило, закрыта, к нам не поступает. Только-только, когда, значит, какие-то проблемы возникают, ну, они могут быть правильно трактованы, могут быть неправильно трактованы, вот, значит, ну, тогда какая-то информация к нам поступает, и мы тогда уже делаем свое заключение в этом объекте. А так, конечно, очень сложно получить обратную связь, к сожалению. Петя, можно мне добавить к этому вопросу? Конечно. Сергей Николаевич, вот, сказал о том, что, что касается смерзлотой, и, значит, надо работать комплексно. Вот, для определения цены и экономики тоже надо рассматривать комплексно. Даже посмотреть вот эти затраты, которые мы тратим на охлаждающие установки, на замеры температуры, на мониторинг и так далее, соизмеримы ли с теми затратами, которые несет инвестор, когда строительство затягивается, поскольку стоимость объекта, она определена определенной суммой и определена во времени, допустим, строительства 15 месяцев. То есть, в смету закладывают на 15 месяцев зарплату инженерно-технического персонала, рабочего состава, и в количестве и так далее. И когда фундаменты или основания не позволяют загружать нагрузку, естественно, строительство затягивается на два, на три года. Естественно, идет инфляция, затраты несет инвестор, и еще инвестор не получает объект, который должен уже приносить прибыль ему. Поэтому, когда этот вопрос очень сложный и неоднозначный, его надо рассматривать в комплекс не со всех сторон. Можно? Слышно, да, меня? Вы совершенно правы, что необходимо строить вовремя и в срок. Вот как раз основная наша задача, и мы к ней стремимся, чтобы на период проектирования было известно время строительства, либо это начало года, либо это середина года, либо это конец года. И с этими параметрами мы делаем расчеты как раз по обеспечению несущей особенности свай. Мы всегда выступаем за то, чтобы срок строительства был максимум полтора года. загрузка свай производилась либо поэтапно, либо сразу. Да, действительно бывают такие случаи, когда возможно поэтапная загрузка свай. Допустим, мы строим резервуар. Резервуар весит 200 тонн, а там 200 свай. Такая нагрузка одна тонна на свай. Почему нельзя строить? Можно строить, но эксплуатировать нельзя, потому что когда эксплуатируем, там уже нагрузка 40 тонн на сваю. Поэтому определяется охлаждающие устройства так, чтобы построить вовремя и в срок. Теперь по вопросу об экономической эффективности. Нельзя зацикливаться на стоимость охлаждающих устройств. Надо считать стоимость объекта в целом. Если мы применяем охлаждающие устройства, допустим, затрачиваем 20 миллионов рублей, а экономим на фундаменте и розырках 40 миллионов рублей, зачем тогда считать стоимость охлаждающих устройств? Спрашивается. Почему? И потом второй момент. Если мы заложили определенные программные устройства, а другие устройства не позволяют этого получить, более дешевые, это же преступление, применять другие охлаждающие устройства, которые не позволяют. Потом начинаются опять разборки. А почему у нас сваи не несут? Потому что вы заложили более дешевые устройства, которые не позволяют строить. Мы сэкономили, вместо 20 поставили 18 миллионов другого производителя, а сваи не понесли. И получается, что на полгода переносится срок строительства всего объекта в целом. Вот в чем проблема. Поэтому охлаждающие устройства должны, во-первых, нести свой фунт, во-вторых, дать экономический эффект. Я согласен. Поэтому здесь необходимо делать так. И второй момент, который я попросил был, чтобы вас обратить внимание. В настоящее время идет все-таки изменение климата. Не будем говорить про похолодание, просто изменение климата. И, конечно, необходимо учитывать это при проектировании. Мы строим сейчас, а не через 20 лет. Поэтому в Газпроме принято такое допущение, считать изменение климата, в сторону повышения климата 2 градуса. Мы закладываем это в прогнозные расчеты Газпрома. Роснефти говорят, нет, принимайте ПСП и берите тренд. Тренд такой, чтобы через 30 лет это было потепление на 2 градуса. Мы сейчас строим уже не 2 градуса. Есть регионы, где 3-4 до 5 градусов вход в Воронбейский терминал, Южное Хрючью. Там очень здорово потепление климата. Это проектирование как сватер охлаждающих устройств. И то же самое касается районов Якутии, особенно южная часть, Чиньгинское месторождение у всех до слуху. Там когда строили просто для сведения, буровые бригады не могли работать в летние днем. Такая большая солнечная радиация. Спрашиваем коллег, товарищи, а вы как-то учитываете высоту насыпи в расчетах как работ устройства охлаждающие, какое будет влияние этих устройств, солнечная радиация на грунт и основание. А что нам учитывать? Будут потом тень, когда построить, будет тень. Это когда построим, а мы строим, когда нет тени. Мы забили сваи и состав охлаждающего устройства. Они должны работать. потом ставятся ростверки и подполье прозрева, допустим, уже меняется ветер, хотя там ветер и так слабый в Якутии. Сникзаносы изменяются, применяются, также необходимо учитывать осадки, не только земляной, но и летней осадки, особенно как раз в районах Бама. там и как раз учитывать необходимо в горах особенно северный склон, южный склон, западный, восточный, потому что здесь очень большое влияние тоже солнечной радиации и, конечно, гидрологические условия. В горах они очень существенные, там большие потоки воды могут быть, как подземные, так и наземные. Вот это необходимо учитывать. Ну и также в северных регионах конечно бывает интересные проекты были, когда большой уровень подъема воды допустим происходит в веках естественно в половой или в зимний период наоборот вода фактически идет под землей, фильтрация воды большая очень. Поэтому, конечно, все эти условия необходимо учитывать для того, чтобы правильно рассчитать и построить вовремя объект как раз. Вот в этом наша задача. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, наша дискуссия подходит к концу. Она действительно получилась очень живой, очень яркой, интересной, местами острой. Мы обозначили проблемы, тенденции развития строительной отрасли, экспертизы на территории Крайнего Севера. Если у кого-то что-то добавить, какое-то заключительное слово. Тогда я благодарю вас еще раз. Поздно, да? Поздно? Нет, пожалуйста, пожалуйста. Да, я бы хотел добавить как раз по поводу того, что привлечение правильного вы сказали, что институт, который проектирует не имея опыта, таких надо, конечно, либо направлять повторную экспертизу, либо давать экспертному сообществу организациям, которые владеют. Вот у нас с Роснефтью есть договор с Эпитр, такая организация есть, которая дает экспертизу внутреннюю Роснефти. И нам часто приходит очень задание по проверке правильности расчетов, которые для фундаментов и для температур грунтов. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти особенно прогнозные расчеты как-то проверялись, потому что существует несколько программ, которые используют при проявлении в давечных грунтах, которые не совсем корректны и что-то не учитывают. Или какие-то блоки очень большие, получается немножко неверный расчет. Могу как раз вот почти привести пример о том, что мы закорректировали объект, другая организация выступила альтернативным предложением, они пересчитывали три раза, чтобы получить правильный эффект. они в угодную инвестору пытались вот давайте меньше построим, поставим. Меньше поставили, мы выглядели, нет, недостаточно. Второй раз они пересчитали, опять недостаточно, третий раз пересчитали, опять недостаточно. Чему это привело? Вы знаете, к чему это привело? Пока они упражнялись в расчетах, привело к тому, что сроки завоза материалов и выполнение работ изменились, это привело к деформациям, которые получились после того, что здание было построено. Не здания, а ростверки были построены, сваи забиты, ростверки построены и начались деформации. Вот вам пример того, неправильное проектирование, затягивание сроков проектирования привело к тому, что пошли деформации. Пришлось эти ростверки резать, пришлось сваи менять, потом ждать еще год, и когда все замерзло, конечно, потом замерзло все, вот, все свои начали нести, тогда просто это будет. Вот вам пример неправильного проектирования. Спасибо. Можно я тоже поблагодарю всех участников дискуссии за то, что вы меня пригласили, мне было очень интересно послушать. Вот я Сергея Николаевича поддержу, несколько в другой плоскости. Я помимо того, что, значит, директор экспертизы, я уже 8 лет являюсь выпускающим председателем опубликационной комиссии нашего Северо-Ортического Федерального Уссердитета по специальности промышленно-гражданское строительство, и, к сожалению, вынужден констатировать, что почему у нас становится меньше хороших специалистов, когда переход на двухступенчатую систему обучения, бакалавр и магистрат шел к тому, что мы сейчас выпускаем недоспециалистов. Это очень хорошо видно, когда человеку явно года не хватает для того, чтобы получить необходимое знание. Такая разница в уровне, которую мы начинали, допустим, в 2012 году, когда я уже пошел в комиссию, и какие сейчас... Вот человеку даже, скажем, ладно, хорошо, у него, допустим, вот эта дипломная работа, в ней он разобрался, но спросить что-то шире, это нереально. Это человек совершенно это не знает. Значит, и вот у нас сейчас выпускаются как бы три направления, значит, бакалавры выпускаются, выпускаются магистры, и выпускаются специалисты. Вот эти специалисты, они учатся 6 лет, и у них проектирование строительства уникальных зданий, вот какие там молодцы-то. Просто вот видно, что их вот с руками оторвут, но их вот мы сегодня выпустили, допустим, в этом году всего 8 специалистов и кучу бакалавров, которые, наверное, никому не нужны. Мы, конечно, пытаемся, сейчас вот у нас Общественный совет Министерства строительства и архитектуры и храмовской области выходит с предложением через нашего губернатора на правительство, что все-таки для строительной отрасли эта двухстепенчатая система не годится. Нам нужны, нам на отрасль нужны специалисты. Будут специалисты выпускаться. Вы понимаете, как бы на производстве можно, конечно, на опыте там на чём-то научиться, но если нет базовых знаний, то опыт, на что будет насаживаться, условно говоря, да. Вот такая тоже есть проблема. Интересно. Спасибо. Спасибо. Вера Алексеевна, есть ли у вас что подытожить? Я хочу тоже поблагодарить всех. Хочу Сергея Николаевича. Я была в командировке в Тюмени, была в этом институте, Аркос, я знаю его работу. Значит, и хочу сказать о том, что Сергей Николаевич, я участвовала в 15-й конференции, научной практической конференции по инженерной геологии. Там работала секция геокреологии. Очень хотелось и очень было печально, что мы не увидели специалистов такого уровня. Действительно, там были и Сахалин, и Норильск, и так далее. Сейчас всех это волнует. Наша Арктика, мерзлота, потепление климата и так далее. Поэтому нам надо, конечно, объединяться специалисты, которые есть, которые еще пока сохранились. Надо объединяться, говорить, высказывать, решать, принимать решения. У нас есть, значит, вот в Тюмени Аркос, это действительно институт, который работает, помогает застройщикам, заказчикам. У нас есть и КУСНИИС, который тоже с большим опытом строительства, который имеет подземную лабораторию, значит, проводит лабораторные испытания грунтов, значит, мерзлых грунтов на сцепление, на там, на все, говорит, нагрузки. Поэтому нам и проще, может быть, какой-то... работа, кандидаты наук, которые непосредственно работали, значит, плотно работают с МГУ, кафедрами расстояния. Роман Лидия Тарасовна, это наш специалист, который в МГУ, как он переехал, работал. Поэтому в этой части, конечно, нам, строителям, изыскателям, которые осваивают, работают, работают с мерзлотой, надо обвиняться, разговаривать проблемы. И поэтому, Дмитрий, хочу поблагодарить вас, что вы подняли действительно такую проблему, тема, о которой надо говорить. Спасибо всем. Уважаемые коллеги, и еще раз большое спасибо от Международного Изэкского дома, от отраслевого журнала Вестник. Наша онлайн-конференция подходит к концу, но наше общение, наш диалог, наша дискуссия может быть продолжена в любое время и на странице журнала, и в любых других форматах. Поэтому говорим вам до свидания, не прощаемся, и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова